День Семьи, Любви и Верности Столько лучшей композиций в Сарове на Человещание – новое радио. Далее расскажем обо всем подробно. 8 июля в России отметили один из самых светлых праздников лета – День Семьи, Любви и Верности. В этот день во всех регионах страны прошли массовые народные гуляния, выставки, фестивали и праздничные концерты. Саров не стал исключением. В Младежном Центре чествовали тех, кто отметил свою 25-ю годовщину свадьбы, тех, у кого в этом году родилось двое более детей, а также подводили итоги фотоконкурса «Радость отцовства». О церемонии и ее героях наш следующий репортаж. 73-летнему Ивану Митину в детстве родители заложили ориентиры, что семья должна быть большой, детей и внуков должно быть много и любить всегда нужно только одну женщину. Он так и сделал. В День Семьи, Любви и Верности ему и его супруге вручили медаль «За любовь и верность». А ее как увидел, и все. Она меня увидит, квартет мой будет. Все заколдовала. И все, и вот. 50 лет. Четверо детей, пять внуков. Залог семейного долголетия у Митина в способности супругов уступать своей второй половине и не таить обиды друг на друга. Для молодых людей, которые только подумывают о создании своей семьи, у Ивана Алексеевича есть ценный совет. Сформулировал он его в стихах. Чужое счастье мы не крали, свое мы сами строили. Друг двум никогда не врали, лишь дружелюбно спорили. Семья Барановых по своему жизненному пути идет в соответствии с выстроенным когда-то планом. Они всегда мечтали о двойне. В этом году желание супругов наконец-то исполнилось. На свет у них появились сразу и мальчик, и девочка. Проблем с тем, как назвать детей, у супругов Барановых не возникло. Сразу решили назвать Мария и Артема. И как раз 17 апреля я родила, и в этот день были именины Артема и Мария. Нам повезло. Четырем саровским семьям, у которых в этом году родились двойни, на торжественную церемонию вручили первые документы в жизни малышей, свидетельства о рождении, а также памятные подарки. Все идет из семьи. Как бы сейчас это ни говорили, что школу должна воспитать, кто-то, общественный и так прочее. Вот то, что заложили в семье, то и будет на протяжении всей жизни. Особое место на семейном празднике было отведено для награждения по итогам фотоконкурса «Пап. Радость отцовства». Почти 50 участников и более полусотни работ. Выбирать победителя было нелегко, но, как отметили организаторы и участники, тут главное не победа. Главное – это прекрасные взаимоотношения внутри семьи. Это самая высокая награда для «Пап». До начала учебного года еще два месяца, но особо ответственные родители уже начинают готовить своего ребенка к школе. Если тетради, портфели и канцелярские товары можно приобретать в последних числах августа, то вот о том, в чем ребенок будет ходить на занятия, стоит подумать заранее. Чем раньше вы займетесь этим вопросом, тем больше шансов, что вам удастся заполучить нужный фасон нужного размера. О том, на что стоит обратить внимание при выборе школьной формы, расскажем далее. Каждое учебное заведение и даже каждый класс может выбрать себе школьную форму определенного цвета и фасона. Психологи считают, что она помогает ребенку адаптироваться в классе и быстрее наладить взаимоотношения со сверстниками и педагогами. К тому же школьная форма помогает детям проявить свои личностные качества, чтобы ребенка оценивали не по одежке, а, что называется, по уму. Наличие формы, оно хорошо для любого возраста школьника. В том плане, что школьник учится проявлять себя, привлекать к себе внимание и заинтересовывать собой как личностью. Производители школьной формы предлагают потребителям широкий выбор одежды для детей любого возраста. Если для мальчиков выбор ограничен классическим вариантом брюки, рубашка, пиджак и жилет, то для девочек можно подобрать еще и сарафаны, платья, юбки различного покроя. Но прежде чем выбрать фасон, следует обратить внимание на материал. В первую очередь нужно обратить внимание на качество изготовления формы. Там должно присутствовать не менее 35% натурального волокна. Все остальное можно, пусть это будет синтетика. Именно синтетические волокна отвечают за внешний вид ткани. Она меньше мнется, и ребенок будет выглядеть опрятно в течение всего дня. К тому же одежда с добавлением полиэстера и эластана дольше сохраняет внешний вид и не теряет своих свойств при частых стирках. Выбирая фасон, обратите внимание на расположение застежек. Расположение пуговиц, конечно, лучше всего в удобных местах, потому что не всегда родители могут нам помочь застегнуть замочек сзади. Поэтому все застежечки и пуговки у нас находятся в удобных местах. По мнению психологов, правильно подобранная школьная форма – это первый шаг к формированию чувства стиля у детей. Сдержанные тона серых и синих оттенков прекрасно сочетаются с блузками и рубашками различных цветов. И ребенок уже сам может составить комплект в зависимости от своих предпочтений. Семилетнему мальчику нужна семья. Департамент образования просит откликнуться соровчан, у которых есть желание и возможность принять в семью мальчика 2011 года рождения, оставшегося без попечения родителей. Более подробную информацию можно получить по телефону 95570 и 95572. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В четверг, 12 июля, на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные соровчане могут принести сухой корм педигри, чистые полотенца или постельное белье, ветеринарные препараты, моющие средства. Все это можно будет передать волонтерам 12 июля в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре Куба. Юных соровчан вновь приглашают принять участие в конкурсе «Слава Созидателям». Для этого необходимо снять видеоролик о человеке, который внес значительный вклад в развитие атомной отрасли. Как правило, в качестве героев ребята выбирают своих близких. Работы можно приносить в 15-й кабинет Дворца детского творчества. Конкурс «Слава Созидателям» пройдет в два этапа. Сначала жюри выберет лучшие работы в каждом из городов присутствия госкорпорации «Росатом». Затем ребята-победители примут участие в заключительном федеральном этапе. Его итоги подведут в декабре. Один из лучших рыболовов страны живет в Сарове. На днях в Нижнем Новгороде прошло первенство России по ловле на поплавочную удочку. Спортсмены состязались на Грибном канале. Кандидат в мастера спорта Саровчинин Артем Шевков завоевал серебро в личном зачете и первое место в составе команды Нижегородской области. Насладиться любимыми, знакомыми каждому хитами от 70-х годов и до настоящего времени. Вместе с ведущими исследовать самые сложные случаи произношения слов русского языка, открыть для себя новые маршруты путешествия и узнать, как произвести приятное впечатление на людей. И все это на одной радиостанции. В Сарове возобновил свое вещание «Радио 7 на Семи Холмах». Музыка – неотъемлемая часть нашей жизни. Она окружает нас повсюду – дома, на работе, в общественных местах. Благодаря радио мы слышим ее в общественном транспорте и с удовольствием слушаем в автомобиле. И вдвойне приятно, когда на одной радиостанции можно услышать все любимые композиции. На «Радио 7 на Семи Холмах» не существует границ. Здесь прекрасно сочетаются диско, хиты американской, французской и английской эстрады. Достойное место среди старых добрых песен занимают хиты последних лет. Несколько лет эта радиостанция была недоступна для саровчан. Но теперь она возвращается в наши приемники. Все готово, оборудование все смонтировано. Как говорится, передатчик только осталось включить. РТРС Нижегородский, НОРТПЦ, он всегда был, ну как это говорится, у нас славился качеством. И звучание, и видеоизображение. Так что я думаю, что все у нас будет прекрасно. И мы готовы к дальнейшему работать. Запуск радиостанции прошел 7 июля ровно в полночь. Узнавать последние новости, слушать развлекательные и познавательные программы и наслаждаться любимыми песнями можно будет на частоте 91,4 FM. Отличается очень хорошим качеством подбора музыки. То есть это популярная зарубежная музыка 70-х, 80-х, 90-х годов. Российские исполнители в том числе. Радио 7 очень сильно все-таки ждали в Сарове. Будем говорить так, потому что вопрос постоянно звучал, ну, висел в воздухе, когда радио 7 вернется, и вот наконец-то этот день настал. В жизни каждого человека всегда неизменно найдется место для радио. Даже если у вас плохое настроение, включайте любимую радиоволну, и хорошие эмоции вам будут гарантированы. Вечер современного танца по мотивам картин. Танцевальная студия «Кислород» представила жителям нашего города новую необычную танцевальную программу. Вдохновением при создании творческих номеров стали работы бельгийского художника-сюрреалиста. В своих танцах участницы студии постарались перенести всех гостей вечера в немыслимую реальность Рене Магрита. Подробности далее. Зрители необычного проекта надеялись, что в этот вечер они хоть на немного приблизятся к пониманию картины ребусов великого сюрреалиста. Но с первых и минут концертные программы произведений вековой давности и современные танцы, слившись воедино, стали еще более загадочными. И даже сами артисты затруднились с определением стиля танцевальных композиций. Не совсем обычный танец, наверное, не эстрадный и не какой-то коммерческий. Такое это наше творчество, прям творчество. Названия картин сюрреалисты не всегда совпадают с тем, что на них изображено. Девушки из танцевальной студии «Кислород» предложили свое видение пяти картин Рене Магрита. Под классическую и современную музыку участницы проекта передали зрителям сверхреализм начала 20 века и рассказали свои истории по мотивам знаменитых полотен. Захотелось именно оттолкнуться с какого-то визуального образа и как-то так совпало, что попался он и попались картины. Ни стаи комаров, ни начавшийся дождь не смогли отвлечь зрителей от того, что происходило на сцене. Перед каждым номером проектор высвечил в сумерках картины Магрита и присутствующие могли сравнить свое восприятие творчества художника и представление артистов. Сам художник признавался, что цель его творчества – заставить зрителей задуматься. Мог ли он представить, что искать сакральные смыслы его картины будут люди и в 21 веке? Семья – самая главная ценность в жизни каждого человека. Это самые близкие люди, с которых мы зачастую берем пример. Именно членам семьи мы можем рассказать о чем-нибудь сокровенном, важном и интересном. 8 июля в День Святых Петра и Февроний парк приготовил для саровчан праздничную программу «Семейное счастье. Любовь и верность». Для гостей подготовили различные мастер-классы, игровые площадки и, конечно, концертную программу. «И пусть будет жизнь ваша освящена любовью Петра и Февронии». 8 июля известно практически каждому жителю нашей страны как День Семьи, Любви и Верности. Но немногие знают, что посвящен он памяти святых Петра и Февронии. Их союз считается идеалом семьи и образцом супружеской верности. Он напоминает сказку о большой и чистой любви. Они жили долго и счастливо, и даже смерть не смогла разлучить их. Поэтому Всероссийский День Семьи, Любви и Верности, или День Памяти Покровителя Семейного Благополучия, празднует в России как День влюбленных. Впервые инициаторами проведения этого праздника были жители города Муром. Это произошло в 2008 году. И, конечно же, этот замечательный праздник не мог остаться незамеченным. Поэтому сегодня, 8 июля, День Святых Петра и Февронии празднуется во многих городах и, конечно же, в нашем замечательном городе Сарове. У этого праздника есть свои обычаи и традиции. Главным символом на протяжении многих лет остается ромашка. Она встречается на всех предметах и изображениях, посвященных празднику. Об этом точно знает Дарья Латышева. Девушка увлекается созданием украшений из растений и знает, какой цветок что обозначает и почему ромашка стала символом этого дня. Ромашка – это самый жизнерадостный и жизнеотверждающий полевой цветок, который символизирует чистую, искреннюю любовь, а также русскую природу и теплое лето. В честь праздника в парке имени Зернова организовали большую развлекательную программу. И взрослые дети смогли сделать своими руками подделки, символизирующие семью, и просто хорошо провести выходной с близкими. Главная тема всех мировых российских новостей последнего месяца – Мундиаль. Чемпионату мира посвящают городские праздники и другие значимые события. В детском оздоровительно-образовательном центре «Березка» идет вторая смена под названием «Пробивной сезон». На 21 день отряды превратились в футбольные клубы, вожатые в тренеров. А на центральном поле лагеря развернулись настоящие спортивные баталии. Игорь Достолев впервые приехал в «Березку», еще будучи школьником, проработал звукооператором и, набравшись опыта, встал на отряд. Сегодня ему, как и другим участникам сборной «Березка Стар», на время пришлось отложить профессию вожатого. Но при любой возможности Игорь охотно откликается на предложение погонять мяч по лагерному футбольному полю. Игра мне очень понравилась. Играю здесь уже второй раз за это лето. Впечатлений очень много и все разные, потому что игра становится с каждым разом все напряженнее и напряженнее. Угловые, штрафные удары даже серии 11-метровых. Исход игры между сборными «Березка Стар» и «Березка Реал» решился в послематчевых пенальти. Болельщики, не жалея силы голоса, поддерживали своих футболистов. За вожатого Данилу Баландина больше остальных сегодня переживают ребята из второго отряда. Но не так давно он и сам ездил сюда ребенком. В вожатском деле особенно важна преемственность поколений. Жизнь вожатого, с другой стороны, она вообще совсем другая. Она отличается от жизни ребенка. И я был удивлен. Здесь в «Березке» одна большая семья. Здесь те люди, с которыми хочется снова и снова встречаться, сюда ездить. Пробивной сезон в «Березке» в самом разгаре. Впереди у ребят еще больше недели, наполненной яркими событиями, соревнованиями и интересными мероприятиями. Завершится вторая оздоровительная смена 18 июля. Но уже 22 числа свои двери лагерь откроют для ребят из третьей смены. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин